Они работают днём и ночью, в праздники и будни, в дождь и снег, в общем, всегда. И особенно тогда, когда вы не хотите высовывать нос из дому. Их армия ширится каждый день, вы видите их на своём пороге лишь несколько мгновений и практически никогда не задумываетесь, кто они и какие в жизни – курьеры, доставщики еды. Как правило, это позитивные непоседы, например, такие, как наш герой Павел Синьковский. Ему 40 лет, а он отец четверых детей. Ну, вот, теперешняя работа, как говорится, работаешь. Надо очень много работать. В доставке не те деньги платят, чтобы заработать можно было спокойно. То есть, приходится работать по 12-14 часов, чтобы что-то хотя бы, хотя бы вывезлось. Вот, тяжело, да. И когда ты видишь, что заказов мало, ты потратил 14 часов, а их мало, просто мало. И ты просто понимаешь, что надо выйти и в выходной, и 7 дней, и 14 дней поработать, а потом сделать себе паузу. То есть, тяжело. Не сказать, что… Ну, в этой работе мне нравится то, что общение как-то, смена обстановки, постоянно что-то новое, что-то это. Случаев разных хватает. То есть, клиенты разные. То есть, ну, в большинстве случаев это какие-то юмористические происходят, говорится. И у нас есть свой чат, где мы общаемся, курьеры, каждый что-то рассказывает. То есть, тень проходит позитивно, то есть, вот, на эмоциях, можно сказать, работа на эмоции. Вот, ну, единственное, что да, с деньгой трудновато. Чьи вывод, конечно, да, благодарности маловато, очень даже маловато. Можно сказать, 1-2% со всего, вот, если за день посчитать, 1-2%, а бывает, и вообще за день не получишь ничего. Конечно, приятно, когда ты там на пятый этаж запер это пешком, вот, и те, кто-то дал чаю, конечно, это приятно. Это как-то поднимает настроение в среднем. А так, да, тяжело заработать. Насколько щедрые белорусы? Почему, вот, говорится, в Европе это нормально ставить, дать на чай, там, дать чай ставить, там, как бы, это в порядке вещей. У нас еще не доходим мы до этого. Ну, есть люди, есть даже щедрые чаевые, то есть, и 20 рублей бывает чая, и 10 рублей, и 5, и 2, и, то есть, и рубль, и... То есть, по-разному. Разные люди, даже от кого не ожидаешь, дают чай, вот, реально. А от кого ждешь, от того не получаешь этого чая. Бывает ли благодарность другая, а не деньгами выраженная? Например, я что-то заказываю, я даю чай. Это как благодарность, то, что человек мне привез, доставил, поднял на этаж тот же самый. Вот. Ну, у меня это ассоциируется с этим. Иногда даже поднимает настроение, когда человек улыбается, как-то там позитивно настроен. Это тоже, как бы, можно назвать какими-то чаевыми, вот. А так есть, да, недовольным, с недовольным лицом встретят. Думаешь, ахичуешь, даже еще ничего не сделало, уже человек недовольный, хотя не знают почему. Вам нравятся автомобили, дорога, движения? А с чего все началось? Работал, начинал я вообще с армии, там шофером очень так хотелось, не хотели, но я все-таки добился своего, пошел там шофером. Ну, потом пришел, банк устроился работать на легковой машине, возил зам директора. Ну, а потом решил, что мне маленькие машины не очень, захотелось больших, пошел учиться. Закончил, отучился на автобус, сдал еще и на грузовик. Пошел работать в автобусный парк, там работал, вот. Ну, городской автобус меня, мне, как говорится, не привлек к своим тем, что надо, как говорят, кланяться каждому столбу. Ну, там не нужны просторы, вот, потому решил я поменять профессию. Ну, много где, на бетоносместителях работал и на фурах, ну, то есть, покатался тоже по Беларуси. Вот, так что, а сейчас вот решил поспокойнее работу выбрать. Хотя она не спокойная, но, как бы, полегче немножко, чем на грузовой. Просторы красивые, когда едешь, оно всегда красиво, когда по дороге едешь, зимой красиво все. То есть, довольны пейзажей очень красивые. Вот это, как бы, и нравится больше. Можно так сказать, нравилось очень. Может, поэтому ваши самые теплые воспоминания об охоте? С утра собирались в основном, мы бы ходили. Вот, когда снежочек пройдет, он тогда присыпает так хорошо. И свежие лапки всегда видны. Ну, и у нас еще у отца была очень любимая наша собака. Звали ее Казбек. Вот. Ему, как бы, подарили, можно сказать, ее. Сказали, выбирай собаку. Он там, собака родила, щенят. И ему говорят, выбирай, Витек, собачку. Он говорит, да, говорит, не нужна она мне. Он говорит, бери хорошую собаку. И там две собаки было. Одна Памир, одна Казбек. Сигареты раньше так назывались. И их назвали так. Вот. Отец говорит, какой первый прибежит, того и заберу. Ну, Казбек первый прибежал. Вот он ему и забрал. И зайца он брал хорошо. И лесу он находил хорошо. Вообще, дворняжка кучерявый, рыжий такой. Но охотничьи свойства у него были четкие. Он всегда находил, никогда он всегда находил зверя и приводил прямо на отца. Так что, сильно бродить не приходилось. Был помощник, который помогал нам быстро это сделать. Не, ну, походить приходилось. И до 10 километров выхаживали. Ну, то есть, бывало, что да, ходишь-ходишь, и собака не находит, и мы ничего не находим. Зайчика, да, зимой ходили всегда. И лисы тоже они. Ну, лису в основном брали мы по весне. Ну, вот, как-то так вот мы и проходила наша охота. Сменим тему. Несколько провокационный вопрос ваше отношение к женщинам. Женщины, да все женщины привлекают. Женщина, она и создана для того, чтобы привлекать. А какие нравятся женщины? Которые у хозяйки хорошие или красивые? Не, лучше у хозяйки, чем красота. Можно так сказать. Женщина должна быть женщиной. Хозяйкой. Ну, а красивые? Ну, да, если красивые, то и хозяйка, и красивые тоже хорошо. Два в одном лучше. У меня четверо деток. Вот. Две дочки, два сына. Вот. Ну, выходной, да, конечно, сходим куда-нибудь, погуляем. Любят они походить по фастфудам нашим, теперешним. Дети всегда требуют внимания. Ну, в основном, это вечером можно уроки какие-то, а в выходной можно сходить куда-то, я же говорю, поразвлекаться, отдохнуть. А так нет времени заработать. Считаете ли себя тутейшим? Да, я считаю себя белорусом, потому что это моя родина, я здесь родился. Это, это, здесь мои дети, вот, они тоже здесь живут. И родные просторы, края, леса, озера, все наше, все, все родное, говорится. Это все Беларусь, наша любимая страна. Понятно, большая часть жизни – работа. А о чем мечтаете? И отпуска такового у меня никогда и не было. А так хочется попутешествовать, говорится. У меня мечта – автомобиль, дачу такую, и попутешествовать. Просто поехать и проехаться. Нравится больше вот Грузия, вот эти вот горы, вот эта вот красота такая. Вот, очень бы хотелось съездить, покататься. Но пока работаем, работаем в основном с интернета. Вот смотришь там интересные какие-нибудь программы, где показывают их просторы, красоту. Вот, просто интересно посмотреть вживую это все, прокатиться. Именно прокатиться самому. Вот, даже, может быть, на мотоцикле. На мотоцикле было бы интереснее. Телефонный звонок прервал нашу беседу. Павлу пора было приступать к работе. Пешие на машинах люди в желто-голубой форме встречаются буквально на каждом шагу. Их армия ширится. Курьерами становятся, между прочим, по разным причинам. В поисках перемен к лучшему, из-за общения. Доставка – отличная школа коммуникации. Возможно, так мы становимся ближе. Возможно, лучше начинаем понимать друг друга. А еще не стоит забывать – все работы хороши, если они нужны людям. Поддержите Павла просмотрами и лайками. До встречи на канале Добрый. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok